всех приветствую дорогие друзья и сегодня у нас на обзоре механическая клавиатура от компании когар модели атак 2 у меня вариация на cherry mx blue в продаже еще имеется вариация на cherry mx black розничная цена в москве на нее составляет в районе 6000 рублей данная клавиатура без подсветки и она очень многим людям напомнит другую небезызвестную клавиатуру от бренда x3 фай x3 фай кто не знает это шведский бренд занимающийся периферией также известен тем что он поддерживает и является официальным спонсором непов так вот у них есть примерно клавиатуру почему примерно такая же такая же клавиатура но с подсветкой в ассортименте когар в их мохнатых лапках показ подсветкой нету но я этого хотел бы и очень жду так что эта вариация естественно без подсветки и так закончили с отступлением переходим к осмотру клавиатуры и естественно начинаем осмотр всегда снизу что у нас здесь имеется все достаточно неплохо ну во первых пластик корпус выполнен из шершавого матового пластика достаточно неплохой толщины плюс ко всему он не чем-то напоминает пластик в корпусах даки серии zero здесь у нас имеются откидные такие ножки которые невозможно достать с первого раза они к сожалению одноярусные но прорезиненные поэтому это немного сглаживает этот момент плюс ко всему вы видите здесь что корпус низ корпуса клавиатура имеет такую форму это между прочим влияет на его жесткость на перегиб на излом и на скручивание это очень и очень хорошо спереди у нас имеются три ножки основная ножка под пробелом присутствует поэтому прогибаться клавиатура не будет в комплекте нету никаких palm rest of поэтому ищите если вы привыкли к каким-то подставкам по запястья ищите в продаже что либо без выдвинутых вот этих ножек клавиатура вот на четырех таких пластиковых буграх стоит что не очень хорошо могли бы сделать резиновые ножки вот здесь вот тогда клавиатура ну не царапала хотя бы стол но нельзя сказать что это как-то сказывается на устойчивости на том что клавиатуру легко подвинуть но это такой знаете немного неприятный момент здесь мы видим такую систему под названием отстегивающийся кабель без кабель менеджмента сам кабель вы видите имеет достаточно стандартное строение большой usb позолоченный и мини usb штекер для того чтобы подключить клавиатуру кабель нужно сюда воткнуть давай пожалуйста давай эти очень прошу в общем ладно втыкаем кабель продеваем сюда в желобок и он у нас выходит по правую руку для чего эта штучка нужна она фиксирует от выпадения и скажем так предотвращает возможность кабель вырвать из клавиатуры что очень и очень хорошо кабель податливый достаточно тоненький и в оплетке это они молодцы это все у них хорошо здесь закончили боковины вам показывать не имеет смысла потому что здесь ничего шинки нету никаких портов никаких usb и так далее и тому подобное что у нас сверху бросается в глаза то что клавиатура немного нестандартно давайте измерим ее размеры здесь у нас получается 44 сантиметра а здесь у нас получается 17 сантиметров то есть дополнительный лишь лишний ряд над f коми мы все-таки имеем об этом будет сказано чуть позже давайте посмотрим что у нас с раскладкой раскладка хорошая самая оптимальная не идеальная но самая оптимальная для россии это длинный shift длинный shift широкий бак спейс одноэтажный широкий enter f1 начинается практически строго над двоечкой ну единственное отличие от классических клавиатур в раскладке это блок макроклавиш и мультимедиа клавиши мультимедиа клавиши вынесены вот в этот блок и он скажем так они сделали так чтобы они не пересекались с сэвками теперь об этом блоке макроклавиш сразу хочу оговориться мне нравится его расположением за исключением одной кнопки вот этой именно по причине того что escape я ловлю верхнем правом вернее в лех верхней левом углу контролируя мизинцем корпус именно вот этом этот момент заставляет меня иногда вместо escape наживать клавишу mr с g рядом как вы видите здесь 8 штук дополнительных кнопок проблем нету я могу спокойно дефицит дифференцировать фки от джишек поэтому никаких проблем лично для меня здесь не присутствует а вот mr ну я не знаю могли бы его немножко сместить поближе g кнопкам в остальном претензий к раскладке на мой взгляд здесь нету корпус у нас выполнен опять же из пластика матового без всякой дребедение дребедение в виде софт-тача почему я не люблю на клавиатурах софт-тач он очень легко собирает жир и на нем очень видно пыль поэтому я не очень люблю клавиатуру софта чем в идеале в идеале как у которая покрытие мне нравится она присутствует на рокот риос вот эти вот матированные точки на глянце или глянцевые точки на матировке в общем там вообще ничего не видно ну и второй оптимальный вариант это хороший шершавый пластик корпуса вот здесь он присутствует опять же повторюсь по качеству он мне напоминает даки серии зеро теперь о начиночки начинка у нас здесь достаточно стандартная это cherry mx blue не rgb шные без диодов диоды имеется только на этой кнопке на этой кнопке и на нум локи на scroll локи имеются ну и все все что я насчитал больше диодов здесь не имеется кейкапы давайте сейчас будет фотографии и даже видео как я кручу кейкап в пальцы перед этим я скажу кейкапы сделаны из abs пластика нанесение шрифта является нанесение шрифта происходит краской насколько это долговечно будет честно я не знаю но однако сам шрифт и все остальное здесь на уровне жирненький хорошо выраженный понятный и стилистически грамотно выверенный и так смотрим видео итак видео с кейкапом в посмотрели он достаточно толстенький шершавенький но это abs я не знаю через какое время он начнет полироваться но то что он начнет полироваться скорее всего ну с этим спорить я думаю бесполезно теперь что у нас по стабилизаторам стабилизаторы у нас от компании cherry свечи я уже говорил cherry mx blue у меня моя вариация в продаже есть еще cherry mx black и это достаточно хорошо при засилии китайских фирм аналогов сейчас будет видео о том как я тайплю и после этого уже сделаем заключение мое о том как же я вижу эту клавиатуру и что я чувствую от тайпа поехали итак запись тайпинга клавиатуры coagor а так 2 cherry mx blue слушаем итак 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, надо сделать заключение по поводу Cougar Attack 2 и что я думаю насчет этой клавиатуры. Она имеет достаточно много плюсов, которые лично мне нравятся. Ну, во-первых, это материалы и сборка. Вот эта формовочная часть донной панели, она неплохо сказывается на ее жесткости, на скручивания, на всякие изгибы и так далее и тому подобное. Сами материалы подобраны, конечно, не шикарные, не лоснящиеся, однако они полностью и отлично выполняют роль таких утилитарных материалов, на которых минимальное визуальное воздействие останется после ваших психов. Минимум пыли, минимум пальчиков, в общем, все достаточно эстетично. Сборочка тоже хорошая. Клавиатура поддерживает Full-Key Rollover через USB. Этот USB отстегивается, кабель очень неплох. Достаточно подвижный, тонкий и в оплёточке. Макрокнопки находятся в том месте, где их реально использовать, за исключением вот кнопки MR, которая мне не очень понравилась, потому что я ее путаю с Escape. Вообще, по бокам, еще в каких-то местах вариации макроклавиш мне не очень нравятся, а вот именно под пробелом, как в рокоте или как в данной клавиатуре над F-ками, это вполне себе юзабельно. Плюс ко всему, хорошая интерпретация через стабилизаторов и хороший тайпинг, который, честно, мне очень понравился. И, конечно, все это субъективно, но данный тайпинг мне нравится. Есть, конечно, и свои косяки в виде отсутствия на верхней части донной панели резиновых кнопочек или отсутствия укладки возможности по левую руку, что называется, провода из клавиатуры, но это все такое. В остальном она практически не отличается от клавиатуры Quickfire XT, которая мне достаточно сильно понравилась, поэтому я ставлю данной клавиатуре бронзу, заслуженную бронзу. Если бы еще чуть-чуть цену поменьше сделать, тогда бы вообще цены ей не было, как представителю таких геймерских клавиатур без подсветки, но с макрокнопками и относительно такой продвинутой PCB платы. Я надеюсь, вам мой обзор понравился. Всем спасибо за внимание. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»